Добрый день! Вы смотрите новости в студии Кирилл Гусев. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах. Сотрудники МЧС и Института водных и экологических проблем провели авиаоблет территорий Зминогорского и Черышского районов. Специалисты проверили, стоит ли ждать паводка в этом году. Подробности в выпуске. 50 лет постоянного боевого дежурства. Системе предупреждения о ракетном нападении исполнилось ровно полвека. Как работает небесный щит нашей Родины, расскажут мои коллеги. Живое выступление художника песочной анимации пройдет в Барнауле. Съемочная группа Катунь-24 узнала, как создавать из песка настоящий шедевр. В Белокурихе продолжается вакцинация от коронавируса. Она стартовала на прошлой неделе. Центральная горбольница получила первый транш вакцины в размере 200 доз. Первыми прививают сотрудников сферы здравоохранения, так как они больше остальных находятся в зоне риска. Как только поступление прививки в город наладят, поставить ее смогут уже все желающие. Для этого будет нужно записаться в регистратуре на прием. Накануне Алтайский край получил еще 15 тысяч доз вакцины от ковид. Следующий транш ожидает уже на следующей неделе. Следственный комитет завершил расследование уголовных дел против шестерых жителей Алтайского края, которые насиловали детей. По данным следкома, с 2013 по 2020 годы Барнаулиц знакомился с несовершеннолетними мальчиками, входил в их доверие, а затем совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. Дети находились в сложной жизненной ситуации, поэтому мужчина путем уговоров и подкупа привозил их к своим друзьям, которые также насиловали несовершеннолетних. Следователи выяснили, что от действий мужчин пострадали как минимум 6 детей от 9 до 16 лет. Барнаульцу и его сообщникам предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера группой лиц против лица недостигшего 14-летнего возраста с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Уголовное дело в отношении одного из обвиняемых выделили в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения со следствием. Козы портят воздух сразу двум садоводствам. В чем суть дорожного конфликта между садоводами и фермерами, разбирался наш корреспондент. Собственники экофермы близ села Зудилово в Первомайском районе бьют во все колокола. Председатель садоводства перекрыл якобы единственную дорогу к их хозяйству. Но у садоводов своя правда. Вот в этот участок, мост, подъезды к нему, мы выложили собственных денег порядка 2 миллионов. Из собственного кармана достали, нам никто не помогал. Экофермеры за несколько месяцев разбили дорогу садоводов тяжелыми грузами. На ремонт, по данным экспертизы, понадобится около 200 тысяч рублей. Садоводы перекрыли свою дорогу шлагбаумом. После чего полетели всевозможные жалобы с проверками. У нас спор не из-за дорог идет абсолютно. Председатель СНТ «Звездный-2» в лице Бибикова Ивана Валентиновича полностью нарушил законодательство всей РФ. Незаконное оформление участков на дороге. Нарушение Конституции РФ. Впрочем, пока незаконными признаются действия самих экофермеров. По территории соседнего садоводства, без ведома самих садоводов, фермеры кинули высоковольтный подземный кабель к своему хозяйству. А после попытались узаконить серветут. Не вышло. Прошел суд первой инстанции. Мы этот суд выиграли. Серветут признан недействительным. А как же быть голодным козом? Ведь бизнес нужно поддерживать. Дорог других нет, альтернативных. Это является единственным проездом. Мы сейчас, на данный момент, чтобы сохранить поголовье, на снегоходах проверили лесную тропу, так скажем, очистили и всеми усилиями пытаемся завести корма, чтобы просто поголовье сохранить. Та самая лесная тропа, пробитая снегоходами. На этой карте обозначена пунктиром. Мы решили проверить, насколько она пригодна на нашем легковом редакционном автомобиле. Оказалось, что речь идет о полноценной лесной дороге. Три километра от села Зудилово по заснеженной лесной дороге не через садоводство. И мы возле ворот той самой фермы, из-за которой весь сырбор. Как видите, там висит замок, поэтому внутрь мы попасть не смогли. Но мы поняли, что сюда можно добраться не через садоводство. Как разрешится спор садоводов и экофермеров, пока неизвестно. Идут суды, а параллельно задействуются силы общественников, которые уже заявили о намерении вынести конфликт районного уровня на уровень федеральный. Константин Ганов, Анатолий Фукс, Сергей Балуев. Новости. Сотрудники МЧС и Института водных и экологических проблем провели авиаблет территорий Зминогорского и Черышского районов. Это необходимо для прогнозирования паводковой ситуации. Целью мероприятия было визуально оценить снегозапасы на данной территории, что в дальнейшем позволит спланировать более конкретно превентивные мероприятия при паводковый период, а также скорректировать силы и средства, которые будут привлечены для работы в паводковый период 2021 года. Как отметили спасатели, в последние годы в крае паводок проходит по нестандартным сценариям. Поэтому сейчас к нему уже началась подготовка. В муниципалитетах очищают и расширяют водоотводные каналы от снега и мусора. Также ведется ежедневный мониторинг территорий. 50 лет постоянного боевого дежурства. Системе предупреждения о ракетном нападении исполнилось ровно полвека. Под контролем российских радиолокационных станций практически весь земной шар. Увидеть работу этого надежного щита Родины и одного из самых секретных объектов на территории Алтайского края смог мой коллега Глеб Полянский. За моей спиной объект размером со среднюю десятиэтажку. Но это современная радиолокационная станция предупреждения о ракетном нападении Воронеж-ДМ. Она способна на огромном расстоянии до 7 тысяч километров увидеть и определить с точностью до нескольких сантиметров положение в пространстве объекта размером всего лишь с теннисный мяч. Место дислокации отдельного радиотехнического узла и войсковой части неприметный поселок Канюхи, недалеко от Барнаула. Соединению всего 10 лет, но сегодня это важный компонент Воздушно-космических сил России. Под контролем радиолокационной станции не только земля и нижние слои атмосферы, но и космическое пространство. Мы несем непрерывное дежурство и разведку космического пространства в назначенных секторах, а именно южном и восточном ракетоопасных направлениях, что позволяет обнаруживать баллистические ракеты на трассах полета и космические аппараты и объекты космические на орбитах полета. Это настоящее всевидящее око, которое способно зафиксировать старт межконтинентальной баллистической ракеты хоть в Японии, хоть в Саудовской Аравии. И подобные случаи происходили. Например, в 2018 году система предупредила о запуске ракеты с территории Китая. Внимание! Боевая работа! Тиф-1. Первый. Двенадцатого. Первый. Обнаружена цель. 272. Тиф-1. Время 10 часов, 2 минуты, 40 секунд. Точка старта. 97 градусов, 30 минут восточной долготы. 37 градусов, 74 минуты северной широты. Современная станция «Воронеж-ДМ» выгодно отличается от предшественников. Если раньше подобные комплексы занимали несколько футбольных полей, то теперь все гораздо компактнее и энергии потребляет в разы меньше. «ДМ» в названии означает, что станция работает в дециметровом диапазоне волн. Это позволяет ей фиксировать даже мелкие астероиды и боеприпасы с высокой точностью. «В космосе у нас летают объекты размером вплоть до теннисного мячика. То есть 10 сантиметров, который у нас составляет. Такие объекты данная станция позволяет обнаруживать. После получения излучаемого сигнала он отражается от данных объектов и приходит обратно. Станция обрабатывает и определяет траекторию движения космических объектов». Технологии наступательных вооружений и противодействия им постоянно развиваются не только в России, но и у потенциального противника. Ведущие мировые державы сообщают друг другу об учебных стартах ракет. Но иногда этого не происходит. Очевидно, таким образом нашу систему предупреждения испытывают на прочность, ищут в ней бреши. Однако военные заверяют, пока они на дежурстве, Родина может спать спокойно. А на дежурстве они круглосуточно, 7 дней в неделю, круглый год. Глеб Поленский, Дмитрий Козерлыга. Новости. Следы на песке. Так называет свое творчество Ирина Казанцева. Художник, который работает в технике песчаной анимации. Посмотреть, как оживает песок, можно в нашем следующем сюжете. В песчаной анимации есть элемент случайности. Многое зависит от материала и от того, как он себя поведет. Появление рисования песком часто связывают с восточными техниками медитации. Это очень философский материал. Он говорит о том, что время, наша жизнь, они так же скоротечные, как и песчинки, которые вытекают сквозь пальцы и картины. Это наша жизнь, которая сродни мгновению. То есть то, что было, уже не повторится. У Ирины художественное образование. Долгое время она занималась керамикой и росписью по ткани. Но последние 9 лет работает исключительно с песком. Она осваивала эту технику самостоятельно. Изучала видеоуроки в интернете и копировала работы других художников. Через несколько лет у нее стал вырисовываться собственный стиль. Девушка признается, что это непростой вид искусства даже для человека с художественным образованием. На ошибку нет, импровизации, как правило, тоже нет. Поэтому заранее каждый художник многократно репетирует свое выступление, продумывает каждый момент. И руки действуют подобно музыканту. Раньше произведения песчаной анимации были недолговечны. Сегодня художники фиксируют свои рисунки на фото и видео. Анимацию Ирины можно посмотреть на ее личном канале на YouTube. Также художница работает на сцене Алтайской государственной филармонии с инструментальной капеллой «Камеранс». Основа идет от самого музыкального произведения, от истории его создания и от тем, которые там звучат. То есть в основном песок следует вслед за музыкой. Ближайшее выступление Ирины пройдет 17 февраля в 18 часов в кинотеатре «Премьера». Это будет первый показ программы «Симфонические танцы» на музыку Сергея Рахманинова. Сразу после выступления состоится творческая встреча, на которой Ирина ответит на все вопросы и проведет мастер-класс для всех желающих. Юлия Шламова, Михаил Лифоншан. Новости. На этом у меня все. Еще больше интересных новостей вы сможете найти на сайте нашего телеканала katun24.ru. Смотрите телеканал Katun24.ru. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok